тут такая надпись короче прыгать нельзя запрещено выпускайте кракен контент смотрите кто приплыл сейчас пойдем еще к бакланам там что если тест покажет положительно меня заберут там у нас алькатрас когда-нибудь может быть научусь играть на гитаре выходите погулять топ хим как сейчас ну что друзья доброе утро начинаем с вами путешествие в сан-франциско время четыре часа утра и мы выезжаем ехать 6 часов поеду я со своими друзьями взял с собой тысячу долларов по ценам честно я не знаю что там я был там на мувинге только проездом чтобы так отдыхать не был там никогда вот но еду я туда на два дня сегодня и завтра думаю что одну тысячу хватит и в дальнейшем покажу вам все цены номера контент а с вас обязательно что лайк подписка вы посмотрите только на мой огромный багажник со мной едет еще четыре человека вот стоит моя сумка лежит дрон кофта кроссовки и кстати новый этот репер который чинит стекло стекло мне не удалось починить потому что мне пришел без затвердителя и полоса это же так и осталось вот он идет приедем потом с вами будем ее заделывать так что кто мне писал что нифига не помогло угадали как думаете влезут сюда еще три человека я думаю нет но если чё поставить на колени и начинаю первая остановка в старбаксе сейчас перекусим попьем кофейку и поедем масочный режим у меня надпись здесь я улыбаюсь можно вкусно покушать но мы что-то не хочется все взяли с собой только кофе поехали машина превратилась в чуханку какая-то грязнуха страшная грязнуха вот и там тучи сгустеют над санфраном но дождя нет душно надеюсь дождика не будет все у нас будет впереди так этот зашел замечательное место гитарный центр который находится деревне сайте гитары бас-гитары по 200 баксов есть конечно подороже но красотища здесь очень очень круто всегда мечтал научиться играть на гитаре возможно когда-то гитара прикольно что все долларов принципе недорого для америке вообще очень круто когда-нибудь может быть научиться играть на гитаре о такая или как урок звезды 1400 стоит ему за две с половиной висят висят по повыше что вы не смогли их потрогать либо здесь какие-то это видимо остатки какие-то либо возвращенные товары вот цененка да вот и не стоит такая маленькая гитарка так что он 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 Все, прикатили к пирсу 39, погода сейчас нелетная, дождик идет, Сан-Франц встречает, Вот напротив нас Алькатрас, здесь вот пирс 39, сейчас дальше пойдем посмотрим, там тюлени морские котики валяются или нет, туман, в принципе, еле плохо видно, не знаю, смотрю сейчас прям еле-еле видно, ну да ладно, снимем, что будет, если что, завтра доснимем, подснимем, вон он Алькатрас, если бы был сейчас дрон, сейчас долетели бы до туда, посмотрели. Прикольная такая водичка, буи, чайки ржут, вы слышите, как разговаривают морские котики? Вон он плывет, голова, так вот сейчас выглядим, все для вас, друзья, контент. Слышите, как разговаривают? А там альбатросы такие толстые сидят, вообще ужасно, вообще нереально. Конечно, погода нелетная сегодня, но за исключение ничего, и первый раз побывал в Сан-Франциско, можно кайфануть. Вот, даже такая стрёмная погода не делает, это ужасно. В кафешке все работает, обязательно ношение маски при входе в кафе, а как вы сидите в кафе, кушаете, уже всем все равно. Но, вот, чувак стоит в шортах, он походу тоже с Солея приехал, как и мы. Я, кстати, тоже в шортах. Все, вид с другой стороны, на толстяков. Все, поближе, повыше. Опа, тюлени. Прикольно, 39-й пирс, обязательно для посещения, это одно из достопримечательностей. Это картина с бейсбольных мячей в нашем отеле. Наконец-таки просто дождин этот закончился, и мы идем гулять. Сан-Франциско, самый солидарный город, и здесь, видите, стадион Black Lives Matters и памятник какому-то Говарду Мэйс. Слушайте, я не увлекаюсь бейсболом и не знаю, кто это. Такой стадиончик здесь. Очень много китайцев. Очень много. Прыгать нельзя, запрещено. Люди с Сан-Франа очень жестокие, видите, сейчас 10 градусов, мужик бежит, короче. В майке и шортах. Холодно. Очень холодно. Здесь вот стадион, продолжение, перчатка, какая-то бутылочка. Все закрыто. Все рестораны сейчас закрыты. То, что работали все на вынос, закрыты, потому что были патио какие-то, и из-за дождя все сейчас закрыто. Вот, поэтому гуляем по безлюдному городу, по стрёмному вообще, по ужасному. Вот, и здесь такая вот Марина. Здесь, кстати, живут люди. Аренда яхта-место стоит 700 долларов в месяц. Вот, со всеми билами. Оплачиваешь и живешь на своей лодке. Вот опять побежал. Люди. Ничего не боятся. Так же и простыть можно. Вот эти палатки стоят белые. Там делают тесты на коронавирус. Бесплатно. Любому желающему. Но мы туда не пойдем, потому что если тест покажет положительно, меня заберут. Куда-нибудь изолируется. Хотелось бы вернуться обратно домой в Лос-Анджелес. Дома прямо под мостом. Смотрели русские фильмы, где там показывают, как русские мигранты живут в каких-то комнатах. Там громко качается телевизор от того, что рядом едет такой поезд. Вот и здесь так же. Но все равно красиво. Вот под мостом уже. Очень шумно. Там ездят машины. Нижний ряд едет в ту сторону. Верхний ряд едет в другую сторону. Чтобы не делать каких-то расширений. Узенько получилось так. Но шумно-шумно прям стоишь. И я не знаю, как люди живут в этих домах. Но короче, прям жестко. И вообще хочу, чтобы вернули меня в Л.А. Потому что там сейчас 30 градусов, здесь 7. Так, офис главный. Mozilla Firefox. Пацаны, программисты, кто он? Видели? Вот главный вход. Сюда заходят, работают люди. Главный офис. Что-то похоже на Нью-Йорк. Отделение почты выглядит так. Много-много машинок и написано доставка для тебя. Классные у них лозунги. Здесь вообще полиция. Сохрани мир для тебя. Тут доставим для тебя. Все для тебя. В Сан-Фране, кстати, ходят троллейбусы. Это экологический район. Точнее, город, где топят прям очень жестко за экологию. Здесь ездят электрические автобусы. Типа вот таких вот. И ездят троллейбусы. Сейчас, на данный момент, общественный транспорт бесплатный на время ковида. Пацаны, сейчас плохо видно, короче. Но я в Химках. Приехал в Химке. Тоже стоят троллейбусы. И дома стоят 16-этажные. Вы хотите погулять, кто в Химках сейчас? Есть то есть Химка? Вот она, хрущевка московская. Вон там троллейбусы стоят. А здесь рядом высотки нормальные. Ну, прям смотришь, прям в Химках. Знаменитый Санфроновский трамвай. Где полиция что-то перекрыла. И не пускает. Какое-то отцепление идет, непонятно. А вот это, кстати, здание, которое как в Нью-Йорке. Такой треугольной формы. Симпотный. Что-то здесь происходит. Движухи везде полицейские. Все перекрыли. Вот это бывший автовокзал, который переделанный для людей, которые болеют ковидом. Им сделаны все условия с телевизорами, с компьютерами. Вот. Они сидят здесь и кормят, поят, но никуда не выпускают. То есть они сидят чисто две недели карантина. И в дальнейшем их лечат. Там установлены койки. Установлены там вот, если вдалеке увидеть. Там в коридоре койки. Типа ящики такие, как загорождение сделаны. Типа раздевалки и все остальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok И так, мы ехали-ехали, наконец-таки приехали. То, чего ради стоит приехать в Сан-Фран. Там прямая транскация идет, походу. Очень красиво. Нереально круто. Голубая вода. Там у нас Алькатрас. И очень красивая природа здесь. Зелено прям вообще. В ЛА. Все желто, сухо. А здесь прям зелень. Сейчас будем пускать дрон. Выпускайте кракен. Пустили снизу. Здесь такая дорожка. Симпатичные люди опять бегут здесь все. Красивый вид моста. Снизу. Форд Пойнт. Здесь какой-то раньше форд был. Служили людям. Вот, а сейчас здесь вот так. Очень красиво прям. Я не пожалел ни разу, что поехал. Очень бюджетно получилось. И очень круто. Прям нереально круто. Еще бы побольше дней, если бы вчерашний день считать, что... Это волны сильно прям бушуют. Если посчитать сильный день... И если бы вчера был нормальный день, не паспортный, было бы намного веселее. Но так как вчера был дождь, мы видели кое-как там пирс 39 и все остальное. Поэтому был бегеватый немножко. Интересно, как они сюда заезжают. Потому что я тоже хочу заехать. Очень сильные волны. Но советую к посещению Голден Гейтс. Это прям отличное место. Сейчас пришли на пирс небольшой. Здесь ловят сетями крабов, рыбу и всю другую дичь. С великолепным видом на Голден Гейтс. Прям так все по-американски очень круто. Вообще раньше здесь швартовали корабли. Здесь был порт. И сейчас это никому не нужный пирс. Там чуваки с музычки спят просто. Тоже как в России. Он бухает, пил, стоит. Все у них нормально. Вот, чайка, подросток. Конечно, знаменитая Тюрьма Элько-Трас. С той стороны. Но сейчас, к сожалению, закрыта на карантин. Попасть туда не получится. Но очень бы хотелось тоже пульнуть дроны. И там есть отель, который можно снять и остаться на сутки в камере заключенного. А это ведь на Сан-Франциско. Кстати, заказал очень крутую штуку на Амазоне. Специально для кроссовок. Специально гидрогель. Спрей. Вчера был целый день дождь. Я ходил в кроссовках. И кроссовки не промокли. И идеально чистые. Чистые. Представляете, до чего дошло. Просто их даже мыть не надо. Вода скатывается. Вода скатывается, не попадает внутрь. Кроссовки все в сетку. Дождь шел такой примерно сильный. Вот. И вода вся просто тупо скатывалась. И грязь, которая вся была. Сильно топаешь. И кроссовки чистые. Обожаю. Ну, я не знаю. Может быть, в России тоже такое есть. Но я никогда такого не встречал. Здесь просто пушка. Он бежит с головой. Отдай голову. Попрошайки здесь ходят. Вот эти вот чайчайчие. И там в пакетах люди ловят крабов. Если на крабов нужна специальная лицензия. Покупается она стоит 20 долларов за год. Выдается специальная линеечка. При поимке крабов из сетки вынимаются все самки. Абсолютно все отпускаются. И крабы установлены меньше размера, которые нельзя поместить больше, чем в линейку. Вот. Они тоже отпускаются. А то все, что больше размеров, установленных на линейке, это можно забирать. Так как Америка очень беспокоится за природу. Чтобы не было истребления, а было только пополнение. Смотрите, кто приплыл. Попрошайка. А кто это такой красивый? Лоп. Это так круто, когда прям дикой. природа и прям рядом с тобой. Это вообще мощь какая-то. Ну, сегодня вообще просто идеальный день. Все, попрошайк поплыл. Ну, самая крайняя точка получается. Голденгейта. Здесь вот этот поинт, где раньше жили матросы. Вот уже основание. Очень шумный мост. Прям очень шумно. Мост такой, конечно, немножко ржавенький. Но что? Что сделать? Вот он, Голденгейт. Короче, штраф 10 тысяч долларов, если туда полезть, можно это... Здесь отпечатки лап. Здесь отпечатки лап. Чьи-то собак стоит. И отпечатки рук. Фопперс хэнс. Руки фопперса. Все, мы туда не поедем, но вот так вот просто поснимаем. Красиво. Здесь океанчик. Надеюсь, там кайфуете тоже, как я чуть не упал сейчас. Тут такая надпись, короче, пацаны, 10 тысяч штрафа. Дрон запускать нельзя, а мы только что здесь летали. 10 тысяч штрафа. Вот, оказывается, это дрон. Все, бежим. Так, у нас улица здесь. Ломбард, которая узкая. Там оушен. А здесь вот спуск, по которому только что ехали. Вообще просто идет вниз. Машины едут еле-еле. И сейчас перейду, покажу, как улица спускается вниз вообще. Очень стрёмненько. Здесь ездить, тяжело парковаться было. Сейчас еле-еле поставил параллельную парковку, сделал машины. Вон, видали. Это вообще капец просто какой-то. Нравится домики здесь такие. Архитектура прям пушечная. Все, можно обратно идти? Да, туда идти. Голубой дом какой. Представляете, здесь мувинг. Нужно лестницам вот так вот просто ходить. Наверное, пипец. Поэтому здесь много платит. Знаменитая улица. Пермит. Которая извилистая такая. Очень круто. Мы, конечно же, не проедем сейчас на машине сюда. Посмотрим, каково это. Сделано для того, чтобы типа тачки не разгонялись. Это был этот experience. Мастер парковки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И здесь не пролазит листик. Чувак просто сандарился в колесо. А все почему? Потому что вот такой склон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша Dream Team сделала перерыв, привал. Сейчас покушают в панели Брэд. Попили кофе Старбакс. Поедем дальше. Ехать 5 часов. Надеюсь, уложимся в 4. Центр. Три часа осталось доехать. Сейчас небольшая дозаправочка. Обожаю свою машину, потому что у меня полный бак, абсолютно полный бак. Всегда либо 30 долларов, либо 25 долларов. Дикая экономия. 30 долларов это 550 майлов. Это очень много. Поэтому, кто мне спрашивает, что лучше взять, конечно, взять лучше гибридника. Лайфхак. Сейчас мы покачаем машину, чтобы влезло максимально больше. Видите, пошло-пошло. Все, еще доллар вышел. Все. Я так в Москве не заправлялся. Чтобы аж с бака капало. Потому что что? Не было денежек. Ну что, друзья, мы дома. Приехали, наконец-таки. На дорогу ушло 6,5 часов. Но это с остановками, со всей фигней. Ехал я по дороге сначала по единичке, потом ехал по 101 трассе, и потом в конечном итоге все-таки перешел на пятерку. Получился небольшой крюк. Хотел заснять красивые виды по самой красивой дороге в мире. Это единичка. Она идет вдоль океана от Сан-Франциско до Элея. Но, к сожалению, такая вот темнота у нас уже с 5 вечера. Вот. Все. Мы дома. Отдыхать, спать. Новый день. Завтра новая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова